пересиливать себя и пытаться сохранить брак или оставить все как есть если богу будет угодно у нас соединит всегда нужно изо всех сил пытаться сохранить брак вот допустим если у вас отваливается палец вы же не будете думать о том пытаться его сохранить или пусть отваливается дальше таких же нет людей то есть палец отваливается значит надо его пытаться сохранить все это сделать чтобы он прижился на теле точно также и семья это очень важно хоть мы этого и не понимаем но это очень важно бог надеялся что мы будем вместе у нас соединил дал нам возможность работать над собой друг с другом мы не хотели работать над собой мы ругались требовали внимания к себе потому что ругань означает что такое означает нежелание работать над собой почему люди ругаются они требуют к себе лучше отношения вот это называется и другая футин на концов но в рецепте себе я допустим прихожу к жене и говорю я хочу очень смиренно принимать все твои недостатки если ты не позволишь мне это делать все равно буду стараться и начинаю ругаться в этом направлении с ней набор не ругай все нормально я позволяю принимали все свои недостатки мои смиренно я не пробую в этом направлении никто не ругается все ругаются в другом направлении все ругаются в том направлении что надо что-то для меня сделать в этих отношениях так но это значит что мы грешим просто это не по мне для бога делается это не бога угодное дело поэтому семья разваливается в результате что нужно делать я говорил на лекции видите это душевная лень но если бог хочет мы останемся но не хочет не останемся но что это за такие разговоры вы лучше подумайте о своем будущем если вы сейчас семью разрушаете значит сколько лет вы будете одна вот об этом подумайте неужели вы думаете что вам раз вам сразу следующего дал вот допустим папа купил велосипед и человеку до ребенку ребенок поехал сломал его выбрасывает его и даже домой не приносит не ремонтирует горит папа покупание следующий велосипед он горько с какой-то стати ты как бы ходе бы принес этот но подремонтировали на нем еще поездил больше велосипеда не будет но если даже велосипед просто так не покупает мужик это же не велосипед это же посерьезнее правильно бог дал мужика вот и пытайся с ним жить нормально учись любить вот эта записка она как ответить на ее на этот вопрос просто садимся плане все начинаем молитву почему я не хочу с ним жить а потому что мне лень работать над собой тебе же все равно с кем-то еще придется это в сердце проработать вот этот экзамен который ты не сдала тебе же все равно придется с кем-то проработать так проработать с этим человеком потрудись сейчас потом легче будет даже если вы не будете вместе все равно все будет хорошо а я вот не вижу в этой ситуации чтоб люди разошлись я вижу что если они одна хотя бы она помолиться то они опять сойдутся и все будет хорошо парень в шоке просто сейчас он как бы напряженный сильно я его чувствую он расстроен толком ничего не соображает что происходит надо помолиться снять напряжение в сердце установить гармонию через молитву сердца гармония и он успокоится и семья склеится опять назад а так знаете если бросаться мужиками с этим не получилось с тем не получилось время-то идет жизнь-то движется вперед же все записки кладут сверху а я беру снизу почему во время болезни мужчины женщины идут себя по-разному женщина больная может все а мужчина при первом же чихи ложится это женщина пишет не обижайтесь на мужчину все по-разному иногда женщины ложатся при первом чихе а мужчины нет это зависит от человека бывает что люди очень сильные психически есть сильные люди психически у них центральный психический канал сушумно очень сильный они имеют сильную волю аскетизм эти люди и они переносят любые трудности в жизни они очень сильные бывают слабые люди и они очень сильные чуть-чуть что не так и все сил нет уже бывает так женщины бывают сильные бывают мужчины сильные бывают наоборот но в целом тенденция такая что женщины слабее чуть чуть слабее им тяжелее как больше нагрузки переносить женщин чуть слабее но не в отношении в отношении женщина может очень много а вот в деятельности она слабее поработать тяжелее уже работать тяжелее но в отношениях женщина может много допустим нянчить ребенка женщина может очень много детей нянчить одновременно она может много сил отдавать на отношения и в ней так соткана психика но на работе уже ей тяжелее она устает быстрее от работы мужчина наоборот ему тяжелее нянчить детей но легче работать у каждого своя природа надо действовать согласно своей природе ничего не искать другого не выдумывать но не надо ни в коем случае противопоставлять мужчину и женщину как некоторые говорят вот мужики такие то а женщины такие то попытайтесь это понять что вы в этой жизни мужчина в следующей будете женщина обидчивая женщина в следующей жизни становится гневливым мужчинам на кого обычно обижаются обидчивые женщины они обижаются на гневливых мужчин и говорят ну вообще ну такое хамлова я вот даже себе представить не могу как можно так себя вести если ты в следующей жизни родишься мужчиной будешь таким же как вот а он который такой наглый будет обидчивой женщиной понимаете есть знак плюс есть знак минус они противоположны если женщина очень инициативная в женском теле она любит работать она как бы любит такая командовать то в мужском теле она какой становится ленивой и беззащитной это один и тот же человек в разных телах по разному себя ведет и женщина такие активные думают чё мужики такие ленивые бывают такие пассивные по той же самой причине что женщины бывают как бы мужественные так и мужчины бывают женственные это одно и то же просто знак плюс и минус и все если женщина депрессивная то мужском теле она становится гиперактивная или мужчина гиперактивная в женском теле депрессивная все это одна и та же психика в разных телах плюс и минус единство и борьба противоположности надо учиться принимать друг друга а не обсуждать если мы обсуждаем друг друга значит мы не любим любовь означает принятие а не обсуждение мы же не знаем всех тонкостей как этот мир устроен мы не знаем как объединяются противоположности вот какая бы я была в мужском теле я не знаю но если хотите узнать вот за кого вышла замуж такой и будешь в мужском теле некоторые женщины говорят да я бы венчугой никогда бы не была женщина которая ведет себя жестоко с мужчиной такая вот холодная жесткая в мужском теле становится пьяницей именно такой холодной жесткой женщине достается мужчина словно выпивать вот и все по некоторым внешним признакам и чертам характера пришел к выводу выводом что во мне плохо развит марс неоднократно слышал из разных источников в том числе из ваших лекций о том что существуют определенные способы улучшить себе влияние планеты возможно ли вас услышать подробнее об этом какие действия необходимо совершить для улучшения марса мужчине например слышал что этому способствует сон на твердой поверхности да побольше спать есть ничего не делать марс означает воля означает что надо быть волевым человеком просто надо преодолевать трудности аскезы совершать делать себе какие-то задачи ставить и выполнять их волевые усилия совершать можно бегать допустим как вы написали бег пожалуйста бегайте совершайте аскезы марс увеличивается решимостью когда человек решительно действует в жизни он укрепляет связь с марсом но в целом человек не должен сильно много думать о том как на него влияют планеты потому что планеты влияют это как наказание понимаете вот человек наказан допустим люди меня спрашивают олег геннадь как перестать быть обидчивым как работать над обидчивостью не надо работать над обидчивостью это наказание обидчивость это наказание не надо работать над обидчивостью надо просто делать добрые дела вот в этом плане допустим какие добрые дела мы можем делать учиться прощать мы в это время работаем над обидчивостью если мы работаем над обидчивостью тогда когда возникает поражение. Понимаете, я прощаю, прощаю, прощаю и чувствую все равно обижать. Не получается что-то. Но если человек не настроен на то, чтобы он стал лучше, он настроен просто служить другим, тогда он просто прощает и все. Лучше обидчивый он остается или не обидчивый. Продолжает прощать. Прощает, прощает, прощает. Пришло время, чувствует, стал меньше обидчивым. Бог дал свою милость. Он приходит в время, Бог дает милость, и мы меньше обижаемся уже. Вот понимаете, вот смотрите, другой пример. Я хочу похудеть, допустим, я толстая. Вот я хочу похудеть, да? Постоянно думаю, хочу похудеть, хочу похудеть, хочу похудеть. И от этого поправляюсь еще больше. Допустим, я поголодала немножко, в результате потом объелась, понимаете? И так бесконечно. Когда человек направляет на свое тело, на свои черты характера, на свою психику, он с ума сходит просто. А надо не хотеть похудеть, а просто поменять образ жизни. Просто больше двигаться. И все. Обручем покрутила, пошла, и не надо взвешиваться, не надо на этом зацикливаться. Пришло время, смотришь, уже похудела. Ну, ничего страшного. Двигаемся дальше, вперед. Не надо мыслить негативно. Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся же воня. Зачем мы об этом думаем? Я водяной, я водяной, никто не водится со мной. И все мои подружки, пиятки, лягушек. А мне летать, летать, не летать, а холодно. Жизнь моя, как там? Я жистянка. Жизнь моя. Жистянка. Жистянка. А ну ее в болото. Это все мечты, понимаете? Иди и что-то делай. Водяной ты или не водяной. Пиятки у тебя, друзья, или не пиятки. Иди и что-то делай. Живи радостно. Пытайся служить другим, забудь про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь и детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Не надо думать о себе. Когда у меня плохой характер, я толстая, я то, я все. Олег Геннадьевич, а как мне избавиться от мысли о себе? Вот у меня, Олег Геннадьевич, такая проблема. Я постоянно думаю о себе. Как мне от этого избавиться? И постоянно о себе. И о себе, и о себе. Ну просто начни думать о других, забудь про себя и все. И ты станешь счастливым. Забудь про себя, перестань думать о своих плохих чертах характера, о том, что у меня то, у меня сё. Перестань об этом думать просто. И ты станешь счастливым. У меня нос такой, нет, надо такой. Какой же мне нос надо? Не надо, просто отживи и радуйся другим. Твой нос будет самым красивым на свете. Ушла от мужа. Да, сыну было полтора года. Муж был замечательный, но не работал. Но дома по работе всё делал. Ругаться не хотелось. А ему каждый день хотелось выпить. Ну, то есть у него по женскому типу энергия шла. Значит, у вас по мужскому. Так прошло шесть лет. И пить он стал запоем. Сейчас моему сыну 18 лет. Он студент. Чувствую, что в некоторых вещах он похож на моего, на своего отца. Но не пьёт. Я очень боюсь, чтобы он не стал таким же. Ведь возможно, что я толкнула своего мужа к такому образу жизни. Я уже говорил, что кошка чувствует, что сало съел. Не надо ни о чем беспокоиться. Я чувствую, что сын может пить. Это объём работы. Хорошо. Раз сын может пить, садимся и начинаем молиться. Придёт время и начинаем чувствовать другое. Вот я чувствую, что зал у меня не готов ещё к лекции. Все сидят, немножко спят. Ну, а всё, не буду читать лекции. Всё. А может быть так тяжело будет. Мне тяжело сегодня будет читать лекцию или легко? Ну, не хочу узнать об этом. А может тяжело будет. Ну, что же, если тяжело будет лекцию читать, что же тогда делать? Может, вы мне поможете, полегче, чтобы вы что-то сделаете с этим. Помогите мне. Ну, смешно завлюбить такое поведение, да? Ну, просто вот у вас сын, вы чувствуете, что сын может выпивать. Что я вам должен сказать? Три варианта есть. Первый вариант. Всё, не будь выпивать. Это для дураков совсем. За деньги, для дураков за деньги. Первый вариант. Второй вариант. Не волнуйтесь, не будь выпивать. Неправильно вы чувствуете. Это уже тоже для дураков, но бесплатно, понимаете? Третий вариант. Если вы чувствуете, что сын может выпивать, это значит просто объём работы. И всё. Что мне вам сказать об этом? Если вы чувствуете, что сын может выпивать, значит, садитесь и начинайте молитву. Придёт время, и вы не будете чувствовать, что сын будет выпивать. Вот и всё. Просто трудитесь над своей судьбой. Придёт время, и вы не будете чувствовать, как он будет выпивать. Вот и всё. Больше нет никакого объяснения, что здесь делать. А если вы хотите, чтобы я щёлкнул пальцем, и чтобы вы этого не чувствовали, тогда это значит, что вы лентяй. Как? Не хотите трудиться над собой, хотите, чтобы я за вас решил ваши проблемы. Но я не могу. Это же ваша жизнь. У меня свои есть проблемы, у вас свои. У меня родилась дочь. Я замужем. У меня хороший муж. И дружная семья. Ну, замечательная. Я благословляю вас. Всегда так будет. Моя дочь родилась с одним недоразвитым глазом. Он не видит. За что ей это? Ну, какая разница? Ну, за что-то вот она получилась. Видо объясняет, что если человек, допустим, не радуется этому миру, он в следующей жизни может получить плохое зрение. Но если человек какое-то оскорбление совершил или выколол глаз кому-то в прошлой жизни, он может получить рождение, в котором у него одного глаза нет. Но зачем об этом сейчас думать? Для чего? Для того, чтобы себе больше проблем сделать? Вот я, допустим, такую разу сказал. Ой, кому же она глаз-то выколола? Да надо жить просто дальше, продолжать. Понимаете? Вот две собакки гавкают друг на друга. Какая разница, какая первая начала? Надо просто их растащить и все. Живите проще. Понимаете? Вот, допустим, дочка родилась с одним глазом. Ничего страшного. Не думайте, что она будет несчастным человеком. Просто попытайтесь понять, что у каждого человека разный объем работы для достижения счастья. Вот, допустим, человек родился, у него он не ходят ноги, допустим, да? Он не может ходить, на коляске ездить. Он будет счастливым или несчастным? У меня к вам вопрос. Да. А? Когда? Да, как он будет жить? Все зависит от его жизни. Я знаю, по крайней мере, двух людей на коляске, которые очень счастливы. Одна девушка живет в Новой Зеландии. Она серьезно занимается духовной практикой. Молодая девушка. Родители, когда уезжают на работу, они ее вывозят на улицу, на коляске. И выстраивается толпа людей. Очередь выстраивается. И они получают, они от нее наставление, как жить. Она дает советы всем, вдохновляет на жизнь. Она счастливая, радостная, полная сил. Духовно сильный человек. Там сейчас ей где-то 30 лет. Когда я с ней познакомился, ей было там 24. Она счастливейший человек. Она очень занята. Один молодой человек тоже попал в аварию, обездвижился. Вот. И он лежал и думал, все, жизнь пропала, там туда-сюда. Потом начал заниматься, работать над собой. Начал развиваться как личность. И потом почувствовал, что у него есть силы быть счастливым. Он начал, стал счастливым человеком. Потом он маме своей дал совет, она чувствует, ей помогает. Сказала подружке. Подружка пришла за советом. Сказал подружке совет. Ей начало помогать. Потом выстроилась в очередь. И постоянно люди шли, шли, шли. Пытались получить знания от него. Потом мать уже одна не справлялась. Она взяла девочку, молодую девчонку, чтобы помогала. Та сама просила помогать ей. Ну, начала помогать эта девчонка. Потом она говорит, я хочу за него замуж. Он говорит, так я калека. Как ты за мной будешь? А я никого не хочу больше. Мне вот такой нужен только человек. Получил жену еще добавить. Вот и все. Ну, несчастный он человек или счастливый? Ну, почему человек с одним глазом не может быть счастливым? Может, она себе, может, она так будет жить, что ей самый лучший мужчина на свете достанется. Но если вы будете думать, ой, с одним глазом, с одним глазом, ну, тогда точно она будет несчастной. Если вы не хотите работать над собой, над своей судьбой и судьбой своей дочери, дочь будет несчастной. А если хотите работать, она будет счастлива. Выбирайте. У каждого человека просто разный объем работы. Не то, что тоже, знаете, иногда в претензию говорят. Олег Геннадьевич, вы из неблагонадежной семьи. У вас там туда все было в жизни. Почему вы лекции по семейным отношениям читаете? Потому что я победил свою судьбу, и у меня есть, что сказать людям. Поэтому я и читаю. Попробуйте мне запретить это дело. Я кандидатскую защитил на своих собственных лекциях. Попробуйте запретить мне читать лекцию. Понимаете, можно по разному, под разным углом воспринимать судьбу. Кто-то воспринимается знаком минус и печалится. Это означает лентяи. Лентяи, душевные лентяи просто. Понимаете? А есть за знаком плюс. Это люди, которые побеждают свою судьбу. Вот и все. Вот у вас отличная семья. Бог вам все дал. Не бывает так, чтобы все было хорошо, мои хорошие. Мужа хорошего дал, ребенка до хорошего дал. Одного глаза нет. Или недоразвитый глаз, допустим. Приезжайте к нам на лечение. Если ребенок маленький, может, мы что-то сделаем. Лав чуть-чуть будет еще получше развиваться. Каналы психические. И откроем там. Такое возможно. У нас сильная медицина в этом плане. Может быть, это поможет вам. Два года назад вы уже внесли огромную лепту в спасение нашей семьи. Это вы внесли огромную лепту в спасение своей семьи, слушая лекции и работа над собой. Я вам очень благодарен. Отношения после кризиса стали даже лучше, чем были до того. Так всегда бывает. Ваши лекции помогают пережить разъезд в один год. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Низкий поклон. Вопрос на сегодня. Бог соединил в венчанном браке чистюлю аккуратиста и царицу хаоса. Ну, нормально. Полная гармония, значит. Я с любовью и молитвой прибираю дом, глажу, готовлю раз в неделю. Меняю постельное белье, но у нас с мужем разные понятия о чистоте. Для мужа все должно быть стерильно, всегда на своих местах. Очень трудно для меня, как жить вместе таким разным. У мужа купится раздражение. Рассказывает он древнее знание. Я тоже задумался, как же Бог нас соединил с женой. Она очень медленная, я очень быстрый. Она быстро устает, и у меня много сил. Она очень аккуратная, я неряха. Ну, как Бог так нас соединил? Мы абсолютно не похожи друг на друга. Мы даже ходить вместе не можем, потому что она ходит очень медленно, а я очень быстро. Нам надо друг под друга подстраиваться постоянно. Мы не можем расслабиться и идти нормально вместе. Не можем даже ходить. Ей нравится, чтобы не было никакого сквозняка, а мне нужен только свежий воздух. Мы даже спать в одной комнате не можем, потому что ей нужно, чтобы все было закрыто, а мне нужно, чтобы все было открыто. И как же нам вместе жить? И потом я открыл один трактат Дао. Есть такой Дао, древний ученый, китайский. И он, там написано раздел «Счастливая семейная жизнь». Полная совместимость такой отдел. Полная совместимость. И пишется. Медленная, быстрый. Быстрая, медленная. Аккуратная, грязнуля. Грязнуля, аккуратный. И так далее. Я обалдел просто. Оказывается, это гармония. Это и есть гармония. Плюс и минус – это гармония. Инь-янь. Плюс и минус – это гармония. Просто проблема заключается в том, мы же хотим балдеть в жизни, мы не хотим работать над собой. Вот учись сотрудничать. Идете вместе. Тебе надо быстро и медленно. Вот сотрудничайте. Учитесь любить друг друга. Учитесь любить друг друга просто. И все. Я домой прихожу, у меня жена очень аккуратная. Она просто все должна блестеть. Я хожу на цыпочках по дому. Я сотрудничаю. Учусь сотрудничать. Нормально. Вот и надо так жить просто, и все. Это гармония. Вот вы, допустим, богиня хаоса, как вы там сказали. А он, как бы, тестюля. Хорошо, отлично. Это гармония. Хочу узнать ваше мнение. Я замужем, есть ребенок. Как бы родить второго? Хотели бы родить второго, но я не могу забеременеть 7 лет. В чем причина? Вы знаете, я вам советую не искать слишком причину. Знайте, что вы больны. Это болезнь. Есть тонкие причины бесслодия, есть грубые. Можете к нам приехать полечиться. Или найти себе по местности врача. Может быть, это будет дешевле и надежнее. Лечитесь народными методами. Травами, здоровым образом жизни, зарядками, йогой, постами, очищением организма. Это эффективные методы лечения бесплодия. Не лечитесь гормональными таблетками. Не лечитесь всякие эко. Это уже последняя стадия совсем. Безнадега. И лечитесь натуральными способами. Очищение организма, травы, голодания, посты. Йога. Свежий воздух. Прогулки по лесу. Вдоль красивой и дорогой набережной. Вот. Что-то делайте. Что-то делайте со своей судьбой. Не сидите дома и не печальтесь. Если вы сами не можете вылечить, можете к нам приезжать. К нам многие женщины вылечили бесплодие. У одной женщины даже месячных не было вообще. Сначала мы ей запустили месячное. Потом она забеременела. И выносить тяжело ей было. Мы лечили ее и в этом. Она вынесла, выносила и родила. И причем она не у нас все время там находилась. Мы дистанционно с ней работали. Она в Риге живет, эта девушка. Сейчас у нее ребенок хороший, красивый. В чем причина? Причин может быть очень много. Надо просто лечиться. Есть два способа лечиться. Лечить себя самого. Это здоровый образ жизни. Послушайте лекцию по здоровому образу жизни. И не надо, не обязательно в каком-то направлении действовать. Просто общие рекомендации. Хатка йога. Очищающий организм. Сырые овощи кушать для женщин хорошо. Психические каналы очищают тонкие. Сырые соки овощные пить. Допустим, свежие ввозы прогулки по земле. Возле реки. Улучшают женские гормональные функции. Больше молочных продуктов. Дальше. Посты. Гимнастики различные. Все это очищает тонкие каналы. И плюс молитва, которая дает настроение. Когда у женщины хорошее настроение, у них сразу же включаются гормональные функции. Когда плохое, они сразу начинают хуже работать. Пожалуйста, подскажите, как поступить мне в такой ситуации. Пять лет назад, за неделю до серебряной свадьбы, ушел из нашей семьи муж к молодой женщине. Ровесница нашего младшего сына. Спустя четыре года мы развелись юридически по инициативе мужа. До сих пор мы венчаны. Муж не идет в церковь, чтобы развенчать наш союз. И идет на откровенный разговор со мной. Как быть? Ко мне подошла вчера девушка тоже с этим вопросом. Похожим. Идите вперед. Вот если вы сидите на месте и печалитесь, ничего не будет. Я вам рассказывал метод. Находим объект поклонения. Святую Личность. Нам нужно Солнце. Для того, чтобы тьма жизни рассеялась. Тьма означает невежество, страдание, печаль. Это тьма в сердце. Ей бывает тьма снаружи. Вот здесь тьма бывает. А бывает тьма в сердце. Тьма в сердце. Понимаете, надо развеять тьму в сердце. Для этого нужно контактировать с Солнышком. А Солнышко – это Святой Человек. Надо поставить изображение Святого Человека или Святого Места. Солнышко мое. Кланяться ему. Устанавливать с ним отношения в виде служения. Мысленно омывать стопы. Кланяться, целовать стопы. Я хочу тебе служить. Помоги мне, пожалуйста, очистить свое сознание. Мне не надо сейчас думать о том, вернется муж, не вернуться. Я просто хочу чистоты в жизни. Я просто хочу стать возвышенной личностью. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу изучать, как правильно жить. Я хочу милости от тебя, знания. Я хочу свет знания получить. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Или молитву человек читает. Кланяться. Думает о других людях. Я хочу отвлечься от себя. Мне надоело думать о том, что ко мне муж не придет. Я хочу жить для других. Надоело думать о себе уже. Сколько можно? Придет и придет. Придет и придет. От этого можно с ума сойти. Не хочу думать о себе. Хочу думать о других. Все. Иду и помогаю людям. Как только человек так начинает действовать, он сворачивает камень в своем сердце. Ему сразу же становится легче. Постепенно сначала наступает совплость внутри. Я могу жить и без мужа. У меня в конце концов есть дети. Я могу жить и без мужа. Я могу сама жить счастливо. Мне не надо думать о том, что судьба меня измучила, изранила. Я могу жить и так, без того, что меня отняли. Потом дальше. Мужа же в сердце сидит. Все равно связь же есть. Экзамен не сдан. Дальше начинаем очищать отношения. Вспоминать первую встречу. Светлую память. Пытаться понять, почему так произошло. Почему он ушел в конце концов. Потом постепенно в результате дальнейшей молитвы появляется знание, почему он ушел. Что вот так вот, как жизнь сложилась, потому что я вот так, как себя вела. Все. Дальше молимся. Появляется знание о том, как очистить отношения. Светлая память о человеке становится. Ты уже ему звонишь и говоришь, как у тебя дела? У тебя все нормально в жизни? Ну, слава Богу. Я рада вообще, что мы с тобой столько времени вместе прожили. Я очень счастлива нашим отношениям. Все, что было. Мне, я благодарна судьбе за все, что было. Он потом приходит в гости и говорит, и знаешь, у меня такое ощущение, что я вот как-то мне легче стало, когда ты позвонил. Я хочу к вам приходить в гости, общаться, потому что вот как-то вот. Я останусь у девушки жить, все, но вы же тоже родные. Я хочу к вам приходить и узнавать, как дела. Раз ты вот так ко мне теперь относишься, хорошо. Ну, спасибо тебе за это. Я тебе очень благодарен. Все. Отношения начали останавливаться потихоньку. А дальше его потянет больше, семью больше. И постепенно, так со временем. Или он примет решение остаться с девушкой и перечеркнет полю Богу в своей жизни. А вы почувствуете в сердце облегчение, когда выполните свой долг перед ним полностью. В сердце наступит облегчение, и тут же в жизни появится другой человек. Если вы сами этого захотите. Вот и вся песня, понимаете? И так всегда во всем. Вот сколько записок, они все означают «не хочу работать над собой». Все, больше ничего не означают, мои хорошие. Не хочу или не могу. Не могу и не хочу. Спасибо.